Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. У героинь нашего сегодняшнего выпуска много общего. Они тезки, обе мамы в декрете. И каждая из них смогла превратить свое любимое дело в источник дохода, пусть пока и небольшого, о вкусных и полезных десертах, о своем призвании и самозанятости. Сегодня в программе бизнес-план. Меня зовут Анна Степанова. Я мама в декрете. И я пеку торты для детей с аллергией, пищевой непереносимостью, без продуктов животного происхождения. В жизни чем я только не занималась. Я много училась. Университет, потом магистратура, аспирантура. Даже написала диссертацию, но не защитила. Я к тому времени уже вышла замуж и родился первый ребенок. Пока я училась в университете, я занималась боевыми искусствами. Я играла в рок-группе. А еще я профессиональный дачник. Я обожаю свой огород. В общем, мои интересы всегда были очень далеки от тортов и от кондитерского искусства. С аллергией мы столкнулись, когда старшему сыну было 3 месяца. Он вдруг покрылся сыпью. Мне все друзья, родственники в один голос говорили, прекращай кормить, переводи ребенка на смесь. Но мне это казалось предательством. Бросить кормить ребенка только ради того, чтобы самой кушать все, что угодно. И меня единственный человек, который поддержал, это был мой муж. Я ему за это очень благодарна. Мы с ребенком сидели на диете. Иногда очень жестко у нас рацион был из 5 продуктов, включая воду. Я никогда не увлекалась кулинарией, но мне пришлось искать рецепты, чтобы что-то приготовить. И приготовить привычное блюдо из непривычных продуктов. Мало того, из минимума этих продуктов. Конечно, десерты начались не сразу. Сначала я пробовала печь какие-то печеньки, чтобы дать что-то ребенку в ручку. Первые печенья на вкус были просто ужасные, но ребенок был счастлив. А на 3 годика я уже смогла приготовить тортик, такие импровизированные графские развалины. Туда можно было воткнуть 3 свечки. Но на следующий день рождения уже был у ребенка настоящий, большой, праздничный торт из тех продуктов, которые ему можно. Не воспринимаю это как бизнес. То есть я думала о ребенке, о том, что ему ничего нельзя, и торт ему купить просто негде. Я экспериментировала для него, для того, чтобы сделать ему десерт. А потом я втянулась, мне понравилось, очень интересно адаптировать обычный традиционный десерт к его диете. Но я подумала, почему бы не совместить приятное с полезным? Ведь такой ребенок не только он, таких детей много. И я могу одновременно и экспериментировать в свое удовольствие, и помочь другим семьям, в которых есть дети с аллергиями. Первый заказ пришел из Инстаграм. Я тогда уже завелась аккаунт, вела его уже 2 месяца, там показывала свои торты, рассказывала о том, что я умею. И вот пришел первый заказ, тортик на 3 годика малышу, без молочных продуктов, на 2 килограмма. Но я ужасно волновалась, первый заказ, я сделала торт почти на 3 кило. Это был шикарный дорогой торт, взбитые кокосовые сливки, очень много свежих ягод. Ну и я фактически отдала торт по себестоимости. Но заказчики прислали прекрасный отзыв, сказали, что торт им понравился даже больше, чем торты у обычного кондитера. Я при любых пищевых ограничениях предлагаю торт. То есть у меня есть определенная линейка тортов разных вкусов, но если вам не подходит ни один состав, то я разрабатываю рецепт индивидуально. Я делаю зефир без яичного белка на натуральном фруктовых пюре и агар-агаре. После Нового года я стала прорабатывать новые рецепты и разработала линейку муссовых тортов без продуктов животного происхождения, без яиц, без молочных продуктов и без желатина. Муссовые торты – это тренд в современном кондитерском искусстве. Мне очень давно хотелось сделать эти торты в веганском, безаллергенном варианте. Теперь вот у меня это получилось. Во-первых, мои заказчики – это такие же мамы, как и я, у которых есть дети с пищевой непереносимостью, которые не могут купить торты в магазине или заказать у домашнего кондитера. Это люди, которые на растительном типе питания, люди, у которых диабет, которые придерживаются диеты без сахара, которым нужны низкокалорийные торты. Потом это люди, которые соблюдают православный пост. И обычные люди, которым можно кушать все подряд, у которых нет никаких ограничений, но они просто один раз попробовали торт, и им понравилось, что торт не только вкусный, но он еще очень легкий и очень полезный. Даже фрукты, ягоды для торта я выращиваю на своем огороде сама. Я пошла в свою налоговую инспекцию по месту жительства с паспортом. Я обратилась к инспектору, сказала, что хочу печь на заказ, вот что мне делать. И меня поставили на учет буквально в течение 10 минут. Выдали мне учетный номер плательщика. И я теперь ежемесячно подаю декларацию, что буду заниматься этой деятельностью и плачу единый налог 24 рубля. Это очень тяжелый труд. И нужно понимать, что поначалу дело дохода не приносит. Нужно очень много вкладывать в обучение, в инвентарь, в инструменты, в свое развитие, в продвижение. Нужно самому заниматься своим аккаунтом, привлекать заказчика, самому искать. То есть осознавать, что все зависит только от вас фактически. Подробнее о самозанятости узнаем прямо сейчас из рубрики «Бизнес-блокнот». После чего вас ожидает вдохновляющее знакомство с нашей второй героиней, мастером по работе с шоколадом Анной Киреевой. Для физических лиц законодательством предусмотрен 31 вид деятельности, при которых не следует регистрация в качестве предпринимателя. В основном это оказание услуг и выполнение работ. Полный перечень видов деятельности размещен на сайте Министерства по налогам и сборам www.nalog.org.by. Прежде чем приступить к осуществлению деятельности, физическому лицу необходимо уведомить налоговый орган и уплатить единый налог. Причем уведомление физическое лицо может представить любой налоговый орган вне зависимости от места его жительства, места регистрации, личным посещениям. Но наиболее удобный способ представления уведомления является электронное представление уведомления посредством личного кабинета плательщика. Для этого физическому лицу необходимо в инспекции получить логин и пароль. Уплату единого налога необходимо произвести до дня начала осуществления деятельности. Размера единого налога будет зависеть от вида и места осуществления деятельности. Расчет сделает инспектор. Для физических лиц, осуществляющих деятельность по заявительному принципу, не требуется введение учета доходов и представление отчетности в налоговый орган. На начало 2020 года в нашей области более 6 тысяч физических лиц осуществляют деятельность по заявительному принципу. В сельской местности граждане в основном оказывают услуги, связанные с сельским хозяйством. В такой сфере занято почти 700 человек. Ставка налога зависит от места осуществления деятельности и составляет от 10 до 18 рублей в месяц. В городах наибольшая деятельность осуществляют услуги репетиторские, в области развлекательной деятельности и парикмахерские услуги. За консультацией по вопросу осуществления деятельности и уплаты налога граждане могут обратиться в любой налоговый орган или в контакт-центр по телефону 189. Я очень люблю трюфели. Ну, я люблю, конечно, все свои конфеты. Здесь манго-грейпфрут, облепиха пряная, здесь карамельный тофи, смородина-миндаль, мягкий грильяж с фундуком и персиком. И корпусные конфеты. Это вообще отдельный вид от моего искусства. Эти окрашены пудрой тыквы и экстрактом граната. Внутри начинка двуслойная. Первый слой шоколадная карамель и второй слой ганаш на основе кокосовых сливок, кокосового сахара, ароматизированный цедрой апельсина и кардамоном. Меня зовут Анна Киреева. Я работаю с шоколадом. Начала обучаться чуть больше года этому. Сначала я делала конфеты из орехов и сухофруктов. Потом я нашла в Инстаграм страницы с шоколадом домашним. Начала искать, ну, как это все делать. Посмотрела в интернете бесплатные уроки. Наткнулась на школу и купила там уроки, стала обучаться. Потом мне стало уже интересно не только готовить шоколад, но и какие-то конфеты, трюфели, корпусные конфеты. Потому что традиционные с белым сахаром на бельгийском шоколаде их очень много, а на ремесленном шоколаде такого нет. Стало интересоваться больше какао. Он очень разный, разные оттенки вкусов. Хороший какао тертый, он как вино. Продукция натуральная, экологичная. Сахара не рафинированные. Я использую кокосовый сахар или сироп топинамбура. Первый мой шаг, это, наверное, я продумывала все, как это будет внешне выглядеть. Страничка в Инстаграм и, ну, фотографии. Сначала это все было в основном пробы. Попробовать там немножко вот это сделать, там, из орехов, сухофруктов. Попробовать гранолу, попробовать молоко, попробовать батончики. Потом попробовала шоколад. Шоколад на Кэрабе попробовала делать. Все равно чего-то не хватает. Когда особенно заходишь в Инстаграм и смотришь там фотографии шеф-кондитеров. И там конфеты такие вот, они разукрашенные. Все украшенные, все вот, ну, яркие, красивые. Стало интересно, дальше стала искать. И, опять-таки, в школе был курс по окрашиванию шоколада и корпусов. Мне привезли целый набор для окрашивания. Там был бамбуковый уголь, там экстракт лаванды в порошке, экстракт граната, порошок тыквы, шпината. Мне понравилось это. Стала пробовать работать с корпусами. Сделали сами формы, залили уже начинку. Все, и вот это вот, ну, ожидание, когда уже можно будет ее достать. Потом я увидела трюфели. Это очень красиво. Тоже вкусы могут быть абсолютно разные. В будущем я бы хотела себе меланжер. Хотела бы сама перетирать какао-бобы, сама обжаривать, выбирать эту степень обжарки. Потому что, ну, от степени обжарки итоговый вкус шоколада зависит. Мне бы хотелось, конечно, провести какую-то дегустацию, чтобы, ну, рассказать, как это у шоколада вкус чернослива, и в него ничего не добавлено. Для меня было открытием, когда вот, ну, что у шоколада могут быть там древесные нотки, и нотки табака, цитрусовые нотки. Он действительно разный, он очень интересный. И его вкус зависит и от сезона, его вкус зависит от того, рядом с плантацией, какие даже растут деревья. И когда даже делаешь дома вот те же корпуса, он по-разному себя ведет. По-разному ведет себя колумбийский шоколад и эквадорский. Это действительно как два разных мужчины с темпераментом со своим. Это, наверное, пока мое творчество, которое приносит мне удовольствие, доход. Нужно развиваться, нужно учиться, потому что в любой сфере очень много нового, очень много интересного, постоянно все меняется. Я долго думала, что у меня, наверное, вообще никакого таланта нет. Ну, как так? Вот у меня, например, мама, она очень, ну, она хорошо вяжет, она вкусно печет торты. И сестра тоже музыкальная такая, и поет, и фотографирует красиво. Я думаю, где мой талант? Где же он? И вот, ну, вот оказалось, мой талант – это конфеты. Мне кажется, нужно просто найти, ну, найти своих людей, которым будет это интересно. У меня, например, покупают чаще всего молодые девушки. Покупают себе. Вот, ну, были праздники, на подарок заказывали. Я отдыхаю, например, вот когда ем шоколад, ем конфеты. Вот, ну, мне кажется, это вот, ну, такой вот маленький релакс. А сейчас вот, ну, даже хоть у нас город не особо большой, но, в принципе, все в таком вот ритме живут. Там надо успеть на работу с работы, надо успеть в зал, в салон. Там все, и вот, ну, должна быть минутка, когда нет никого, есть только ты, любимый напиток, и конфета любимая. Все, как в рекламе, пусть весь мир подождет. Наша сегодняшняя история – одни из многих примеров успешной самозанятости в нашем регионе. Возможно, пришло и ваше время подумать, так в чем же мой талант? И можно ли его монетизировать? Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова